Субтитры создавал DimaTorzok Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Тема нашої розмови – світ після пандемії коронавірусу. З нами політичний оглядач Юрій Райхель. Юрій Райхель – політичний оглядач, освіта, Національний технічний університет, Дніпровська політехніка, інженер-електрик. Протягом багатьох років співпрацює з загальноукраїнськими ЗМІ як експерт з політичних та економічних питань. Одружений має унуків. Хобі – література. Юрій Борисович, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перша половина 2020 року відійшла в минуле. Це вже частина історії. Ваша загальна оцінка цього періоду? Це, конечно, це весна, можна сказати. Вона прошла під знаком розгоревшоїся пандемії, коронавірусу. Це с цим чоловіше столкнулося вперше. Хоча подобного роду пандемії случались і в XIX, в Средневекові, в Древній Римі. Початок ХХ століття іспанка. Початок Іспанка, патом до цього були волны пандемії, холері, чуму, тиф. В общем, человечество болело все время. І все время це були самые страшній білесі. Надо сказати, що ми сейчас все зберінули коронавірусом. А зараз розворачивається епідемія чуму, наприклад, в Монголії. Просто это не так опасно, потому что мы имеем прививки, мы имеем способы борьбы с этим, нам это все известно, и поэтому это как-то прошло незамеченным, никто на это особого внимания не обратил. Но в западных районах Монголии, пограничных с Китаем, объявлен усиленный карантин, потому что, да, не так много заболело чемой, но уже очень вирулентная инфекция, и она в этом смысле не менее опасна, чем, допустим, коронавирус, просто более известный. Но с точки зрения политики, экономики, ваша оценка, это какие-то глобальные рушения были, порівняно, скажем, с 19-м, с 18-м годом, с предыдущим десятилетиями? Насколько это уникальный был год? Первая певреча, точнее. Понимаете, испанка разгорелась на фоне Первой мировой войны, хотя она началась в Соединенных Штатах, но наибольший размах она приобрела именно в годы Первой мировой войны, и, что важно отметить, с окончанием войны она не закончилась. Фактически эпидемия испанки, она как-то утихла к 1920 году. И в этом смысле испанка была столь же неизвестна человечеству, как и нынешний коронавирус. Другое дело, что сейчас мы уже понимаем, что это такое. Что касается экономических последствий, то сейчас эпидемия развернулась на фоне относительно мирного периода, и это, конечно, значительно облегчает борьбу с ней. В загально-световом времени мы относились. Да, вот именно во всем мире, потому что, во-вторых, наука совершенно сейчас другая. Вы обратите внимание, уже буквально через три месяца после такого мировой пандемии уже заговорили о том, что начались испытания вакцины против нее. Хотя, если бы по старым стандартам, это минимум через два года началось бы. И вот мы имеем два обстоятельства, которые, во-первых, еще до начала пандемии начался сильнейший сдвиг в энергетике, в экономике, в мировом, как говорил Чапаев, в мировом масштабе. Который значительно усилился в развернувшейся пандемии. Ну, наиболее наглядный у всех на слуху – это вот нефтяной кризис, за ним и газовый кризис. Но это только внешняя картина, она довольно значительная, она серьезная, но она только отражает некоторую сенсационность этого процесса. На самом деле ситуация гораздо глубже. Мы вступили действительно в серьезный кризис, который можно в экономическом смысле действительно сравнить с Великой депрессией 1930-х годов. Да, вот, до речи, я хотел бы уточнить, а с чем можно сравнивать пандемию с экономической кризисом, с глобальной, я не знаю, с глобальным стихийным лихом? С чем? Ну, в экономическом плане это, конечно, Великая депрессия. Потому что Великая депрессия охватила весь земной шар. Капиталистичный свет. Можно сказать и Советский Союз, хотя советская пропаганда этого не признавала, но на самом деле Советский Союз не меньше других пострадал от этой Великой депрессии. Просто формы этого проявления ее были разные. Просто в этот час, да, это 1929 год, в Радянском Союзе началась индустриализация, и, возможно, где-то сдвинутые, так бы мовити, были акценты. Дело в том, что Великая депрессия началась в октябре 1929 года в Соединенных Штатах, а Европу она достигла в конце 1930-1931 годов. И пик этой депрессии, если в Европе говорить, это как раз 1932-1933 год, ну, конец 1931 года. В то время как уже в 1932 году Соединенные Штаты стали выходить из депрессии. Они прошли эту нижнюю точку, как раз выбрали президентом Рузвельта и так далее. Новый курс. Да, новый курс. Ну, это уже способы выхода из этой депрессии. Так, но давайте не про Великую депрессию, а чему можно порівняти власную пандемию с Великой депрессией? А именно сейчас это влияние, экономические последствия не только пандемии, а тех процессов экономики, которые начались раньше пандемии, в том числе и в энергетике, они вот по своему значению, по своим последствиям, они могут быть сравнимы именно с Великой депрессией. В то же время выход из Великой депрессии и, судя по всему, очень, может быть, из нынешней экономической ситуации, он может быть и связан с переходом к новым технологиям, появлением новых процессов. Ну, в частности, я просто одну фразу скажу, что результатом Великой депрессии в химии было наличие нейлона, вот этих вот новых материалов, вот, кстати, ксерокс был изобретен в этот период, ну и так далее. И вот это сочетание пандемии, кризисных явлений в экономике, которые немедленно отразились в политике, они будут являться тем, траекторией выхода из этого кризиса. Причем мы даже сейчас не очень ясно представляем, насколько экономические последствия этого выхода будут принципиально другими по сравнению с тем миром, который был до начала пандемии, просто для того, чтобы было проще к нему подходить. А если говорить про политический аспект пандемии, чей не означает он кризису западных либеральных ценностей? Ну, кризис определенных, кризис западных либеральных, как вы сказали, ценностей, он начался еще раньше, и проявления этого были и в 2010-2012 году. — В чем это выражалось? — Это выражалось в том, что сначала была большая правая волна, в частности в Европе, а потом она стала все больше и больше меняться на экстремистскую, либо праворадикальную, то есть усиление вот этих партий праворадикальной. Национальный фронт во Франции, АДГ, альтернатива для Германии в Польше. Вот результаты этой правого экстремизма, там же прошел первый тур президентских выборов, и мы отмечаем, что праворадикальные партии, они по сравнению с предыдущими выборами, несколько усилились. Не так, чтобы и сильно, но тем не менее, как говорится, процесс идет. Это с одной стороны, с другой стороны мы наблюдаем усиление левого уклона. Ну, в частности, вот в Соединенных Штатах, в демократической партии, все больше и больше усиливается левое крыло. Вот выразителем его, хоть он и не член демократической партии, но Берни Сандерс, но близкие к нему конгрессмены и так далее. Так, то есть происходит поляризация политических сил, но коронавирус – это поглибил, или как? Ну, в какой-то мере углубил, конечно, потому что ухудшилась экономическая ситуация, и государство вынуждено бросать значительную долю своих ресурсов на преодоление его последствий, вместо того, чтобы тратить их там на более другие цели, в том числе и социальные. Ну, вот також мы спостерігаемо під час пандемии, спостерігали, зокрема, весной таки речі, як, скажемо, закриття кордонів, навіть всередині Європейского Союза, це боротьба за елементарность, за медичні маски між, скажемо, там, Италью, Німеччиною, іншими країнами. Чи може ця пандемія поставити хрест на Європейскому Союзі? Тим більше ми знаємо, що до цього, у січні місяці, Велика Британія вийшла з Європейского Союзу. Ну, Велика Британія в Європейском Союзі всегда была инородным телом. Она туда присоединялась. Но, тем не менее, это было знаково. Ну, это было в определенной степени знаково, с другой стороны, это определенное облегчение для Європейского Союза, потому что с Великобританией по каждому вопросу было очень сложно договориться. А там же консенсус. Нет, вот это все, вот эти все разговоры, особенно забрасываемые из Москвы, что завтра доллар, значит, Соединенные Штаты расколется, Западная Европа распадется, на Европу отечеств, нет, ничего подобного этого нет. Это было вот эти вот закрытия границ, проблемы с медициной. Они отражали положение о том, что мир столкнулся с неизвестной болезнью. И, конечно же, медицина даже в очень развитых странах оказалась к нему не очень готова. Хотя, если мы возьмем, например, Германию, то она значительно легче, я имею в виду, в медицинской части вышла из этой эпидемии, и ее медицина оказалась более приспособленной, чем, допустим, в той же Италии, Испании. То же самое можно сказать о Норвегии и Дании. Вот вчера в Пражане праздновали окончание пандемии, там, они ходили в флешмоб, устроили на Карловом мосту и радовались, пили пиво. Ну, что в Чехии делать? Пить пиво. И это говорит о том, что, например, и Чехия, там, Словения, то есть разные страны по-разному, и они по-разному были к этому не готовы, а кто-то был больше, кто-то был меньше. Но я мав на увазе трое иначе. Смотрите, я мав на увазе то, что каждая из европейских стран членов ЕС тягнула ковдор на себя. То есть не помогала другая, скажем, там, где была меньше пандемия, скажем, больше была в Италии, в Испании, мы помним, да? А, наоборот, каждый защищал свой свой интерес. Это было, но очень недолго, потому что очень быстро стали приведены в действия общие механизмы Европейского Союза. И та же Италия стала получать огромную, в том числе не только финансовую, а и материальную помощь из общих фондов Единой Европы. Поэтому, да, тут надо сказать о некоторой доле растерянности. Причем растерянности всех, начиная от врачей, Всемирной Организации Здравоохранения ООНовской, которая оказалась полностью дискредитирована в этом отношении, до политиков, которые просто не понимали, что же, собственно говоря, происходит, и получали от врачей и экспертов весьма противоречивую информацию. Типичный пример Великобритании, которая начала одну политику в этой пандемии, а потом быстро перешла к другой. Поэтому, да, это был момент такой некоторой общей растерянности, когда все стали действительно думать в первую очередь о себе, но потом очень быстро поняли, что выходить надо сообща. И вот особенно Германия, в какой-то мере Франция, скандинавские страны стали быстро помогать той же Италии и той же Испании, которые наиболее сильно пострадали. А, например, Греция вышла совершенно самостоятельно. И ей, как ни странно, помощь не понадобилась. Перейдемо до другой, так бы мовити, части нашей земной кулы, до Сполучных Штатов. 2020 год – это год выборов президента Сполучных Штатов, власне. Насколько пандемия может отобразиться на их результатах, и чьи есть шансы у действующего президента Дональда Трампа перебраться на наступный срок? Ну, шансы есть, потому что еще есть некоторый период времени, и мы не очень ясно понимаем, какая будет экономическая ситуация в Соединенных Штатах к ноябрю месяцу. С одной стороны, так, а с другой стороны, это гимн американской медицины. Потому что количество людей, проверяемых и тестируемых на коронавирус в Соединенных Штатах, не идет ни в какое сравнение, ну, разве что Япония поудельно может с ними сравниться. Поэтому, когда говорят, что в Соединенных Штатах так много заболело... Там было проведено багато тестований. Конечно, именно. И самые лучшие тесты ведь пошли же из Соединенных Штатов, как ни странно это звучит. Ну, Канада в какой-то мере. Поэтому, да, это, конечно, очень сильно ударило по позиции президента Трампа, в первую очередь из экономической составляющей. А его главный козырь, с которым он шел на выборы, это очень хорошая экономическая ситуация в Соединенных Штатах даже в начале этого года. То есть, если взять январь-февраль, то ситуация в Соединенных Штатах в экономике была просто замечательная. И если бы кто-то в феврале сказал, что в марте и в апреле будет вот так, ну, ему бы просто не поверили. И отсюда вот те события, в том числе и на расовой почве, они, в общем-то, в значительной степени являются отражением тех экономических проблем. Хотя, надо сказать, ну, мы же понимаем, Соединенные Штаты – это же огромные ресурсы. Они вот уже ассигнуют 3 триллиона долларов и еще триллион долларов. Никто таких денег не имеет для того, чтобы начать буквально спасать свою экономику. И это уже начинает действовать. Потому что, если в России падает производство нефти, например, то в Соединенных Штатах растет. Так, вот вы сгадали, что ассигнувание – это триллионы долларов, да? Но после пандемии все-таки, возможно, ситуация, что доллар перестанет быть резервной валютой света? Очень мало вероятно. Практически это не более чем пропагандистский трюк российской пропаганды, частично китайской. Потому что… Ну, может ли, оно ведь в первую очередь китайской. Ну, оскільки они все-таки юань дуже так сильно просувают. Они его, конечно, проталкивают, но дело в том, что если это Китай, как и Россия, в пропагандистском отношении у них всегда слова расходятся с делом. По мере того, как они кричат, что мы от доллара отказываемся и будем везде проталкивать юань, но все свои расчеты в основном они осуществляют в долларах. Потому что Китай очень сильно зависит от Соединенных Штатов. И развернувшейся войне, торговой войне Соединенных Штатов и Китая, у Китая гораздо меньше шансов, чем у Соединенных Штатов. Я имею в виду в смысле потерь. То есть Китай от этой войны теряет гораздо больше, чем Соединенные Штаты. Хотя, конечно, на войне всегда потери с двух сторон. Вопрос только в уровне этих потерь на той и на другой стороне. Поэтому, а в России, ну что им остается делать? Потому что они много кричат о том, что доллар потеряет свое значение, потому что они стоят перед конкретной угрозой отлучения от долларовых расчетов. А весь мир, нефть и газ покупают за доллары. В том числе и Китай. Китай, в том числе у России, покупает за доллары. Хотя они между собой много раз говорили, и председатель СИИ, и президент Путин, что вот мы перейдем к расчетам в национальных валютах. Не получается. Без доллара никуда. А Юрий Борисович, можно говорить про какие-то строки завершения пандемии коронавируса? Это будет чисто вынуждение вакцины от него, или это будет что-то другое? Нет. Пока не будет найдена вакцина, и ни одна, скорее всего, пандемия не закончится. Она будет проходить волнами. Точно так же, как были предыдущие пандемии, там, чумы, холеры. И здесь будет то же самое. Пока не будет вакцинирована, по самым скромным подсчетам, примерно 30-40% населения земного шара, пандемия не уйдет. Она может ослабляться, она может принимать более локальный характер. То есть это будет не пандемия, а эпидемия, охватывающая одну, две или группу стран. А может быть, там, какой-то континент, в частности, таким континентом, видимо, в ближайшее время станет Африка. И оттуда она будет иметь возможность распространяться. И пока не будет найдено, ну, ни одна, а несколько вакцин, налажено их производство. И будет эффективный способ вакцинирования, потому что это тоже, то есть чисто организационные такие моменты, я уже не говорю о финансовых, пандемия не уйдет. Так она и будет. Чи залишится після пандемии коронавирусу свет багатополярным? Ну, тут вопрос, это вопрос не столько медицинский, сколько политический. И, конечно, он очень сильно будет зависеть от экономического состояния. Скорее всего, доминирование американской экономики останется. По целому ряду причин, мы сейчас не будем их разбирать. Ну, хотя бы одну-двие, до речи, можно назвать. Соединенные Штаты останутся лидером в области энергетики, добычи нефти и газа. У них огромные финансовые ресурсы, у них огромный экономический потенциал и огромные финансовые резервы. Хотя, с другой стороны, это наибольший борщник света. Вы понимаете, вопрос не в том. Найбольший должник мира – это Соединенные Штаты Японии. Если взять... Но США все-таки больше 20 триллионов долларов. Да, но валовый национальный продукт Соединенных Штатов больше этого долга. И, во-вторых, вопрос не в том, сколько вы должны, а вопрос в том, как вы обслуживаете свои долги. Почему Япония – самый большой должник и никого это не волнует? Потому что Япония регулярно обслуживает свой долг, ей опять дают в долг под пониженный процент, потому что у нее очень хорошая кредитная история. Второе. Соединенные Штаты-то много должны, но кому? Они в основном должны собственному населению, собственному корпорациям. Все практически, как у нас в ОВГЗ, да? Да, это долг, внутренний долг Соединенных Штатов. А внешний долг Соединенных Штатов очень небольшой, потому что Соединенные Штаты в этом смысле выступают кредитором. Поэтому говорить о том, что Соединенные Штаты захлебнуться от собственного внутреннего или внешнего долга не приходится. Так, но все-таки, повертаючись, вы считаете, что свет все-таки остается многополярным? Ну, конечно, конечно, Китай никуда не денется. Это великая страна. И даже если темпы его экономического роста уменьшатся, но это все равно очень большая экономика, никуда не денется Западная Европа с ее 19 триллионами долларов производства. Для сравнения, 1,2 триллиона долларов. Это ВВП России. Вот, можете сравнить. Япония – огромный, огромный экономический колосс. Поэтому в этом смысле, конечно, мир будет в экономическом смысле точно многополярный. Роль Китая в мире после коронакризиса, он так и остается страной номер два? Скорее всего, да. Потому что очень большой внутренний рынок. И даже если уменьшится поток товаров из Китая в Соединенные Штаты, его население будет большим потребителем. То есть Китай имеет большие возможности развития внутреннего рынка и на этой основе развивать свое промышленное производство. Поэтому, скорее всего, Китай, да, останется номер два. Но дело в том, что разница между номером один и номером два очень велика. Минимум в 10 раз. А все-таки, если говорить про роль Украины, все-таки мы живем в Украине, что после коронакризиса будет у нас? Это поглебление кризиса экономичное, политическое? Это зависит от зрелости украинской политической элиты. Кризис – это время для принятия глубоких решений в области реформирования. И именно в кризисное и послекризисное время оно наиболее удобно для глубокого реформирования страны. Мы уже вспоминали Рузвельта, как он начал реформировать в Соединенных Штатах. Именно в результате кризиса. То же самое происходило в Великобритании, у Тэтчер, ну и так далее. Поэтому, если хватит политической воли и политического понимания украинской политической элиты провести глубокие реформы в экономике, ну, в финансах, соответственно, и не только судебную реформу, правоохранительную форму, нам всю страну надо реформировать. Да, тогда через пять лет мы можем войти, стать такой же европейской страной, как, например, Польша. Юрий Борисович, подсумовывая нашу разговару, как Вы вважаете, что есть хотя бы одна страна, або, возможно, регион мира, какому коронакризу, эта пандемия коронавируса была бы выгодно? Если так, то почему? Если нет, то почему? Нет, ни одной страны, которая бы выиграла от эпидемии коронавируса, нет. Все эти разговоры о том, что кто-то специально вывел этот коронавирус, это не более чем игры пропагандистские и фантазии, и это самое, вот такое, знаете, конспирология. На самом деле все от коронавируса страдают. И в первую очередь Китай, где он начался. Поэтому говорить о том, что кто-то выиграл, нельзя. Можно говорить, кто больше пострадал и кто меньше пострадал. Кто наибольший пострадал? Больше всего в этом смысле пострадал Китай, потому что он очень большие потери понес. Определенные потери понесли Соединенные Штаты, европейские государства, и очень сильно пострадали слабые регионы. Латинская Америка, Африка очень сильно, и Азия. Вот в Индии очень тяжелая медицинская ситуация, хотя там принимаются большие меры, но там очень сильно болеют. И в этом смысле, да, Европа, мы уже говорили, Германия меньше пострадала, кто-то больше. Что ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним оглядачем Юрієм Райхелем. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова